Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. В зале суда ажиотаж. В Барнауле прошло первое заседание по делу Марии Матузной об экстремизме и оскорблении чувств верующих. Последние штрихи, когда завершат ремонт в школе поселка Старая Суртайка, которая прославилась на всю страну. Птенцы черных аистов встают на крыло. Нашей съемочной группе удалось запечатлеть уникальные кадры. Сегодня в индустриальном районном суде Барнаула прошло первое заседание по делу Марии Матузной. Ее обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Поводом стали размещенные в интернете картинки с мемами. В ходе заседания Мария отказалась от данных ранее показаний. Подсудимая заявила, что подписала признание по незнанию и оговорила себя. Теперь ее дело будет рассмотрено не в особом порядке, как предполагалось ранее, а в общем. Будут проведены при необходимости новые независимые экспертизы картинок, допрошены свидетели. Впрочем, сторона защиты Марии не надеется на оправдательный приговор. Я не надеюсь на оправдательный приговор, честно. Потому что я не знаю ни одного оправдательного приговора по данным статьям. И нужно быть трезвомыслящим человеком, я это утверждаю. Срок будет, но какой он будет, условный или реальный, может быть и срока не будет. Потому что предусмотрен штраф, обвиняемый санкционер, правда штраф довольно большой, от 300 тысяч. Следующее заседание по делу Марии Матузной состоится 15 августа. Напомним, по тем же статьям сейчас обвиняются еще двое жителей краевой столицы. Причина – та же размещение в социальных сетях картинок, мемов, оскорбивших согласно позиции обвинения чувства верующих. Подробнее о первом заседании в наших ближайших выпусках. Стоять, чтобы услышали. Родители детей-инвалидов, доведенные до отчаяния, в очередной раз вышли на одиночный пикет в Барнауле. Они попали в ситуацию, когда фактически являются малоимущими и имеют право на бесплатное жилье. Но подтвердить свой статус не могут. Юлия Демидова продолжит. Ряд льгот семье Алексея Черепанова недоступны, хотя полагаются по закону. Мужчина воспитывает ребенка-инвалида, который нуждается в жилье. Однако, чтобы претендовать на получение заветных квадратов, необходим статус малоимущего, в присвоении которого отказывают. Причина – среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума. Ведь ребенок получает пенсию по инвалидности. При этом сама пенсия не является доходом ни для кого, кроме нашего государства. Потому что ни в банках нельзя не взять ипотеку на эту пенсию. Ничего нельзя сделать. Это у них не доход. При этом, когда мы приходим в жилищно-коммунальные службы, чтобы получить справку о том, что мы малоимущие. И на основании этой справки получить жилье, то нам говорят, что пенсия – это доход. Уже второй год родители детей-инвалидов пытаются добиться справедливости. Активисты уверены, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, нужно либо отменить статус малоимущего в законодательстве, либо внести поправку о том, что пенсия доходом не является. С этими предложениями они вышли на пикет перед законодательным собранием. Но разрешить ситуацию не так просто, говорят в Краевом парламенте. Это тема не только региона, это тема в целом Российской Федерации. Здесь совместно с депутатами Государственной Думы, с профильным комитетом мы прорабатываем, смотрим, какие пути решения данного вопроса необходимо принять. Мы четко понимаем, что принять нормативный правовой акт – это одна история. Другое еще нужно смотреть, чтобы он был исполним на практике, чтобы были средства под данную норму закона, чтобы не плодили очередь из очереди. На это могут понадобиться годы, уверяют законодатели. А пока родители детей-инвалидов вынуждены вновь и вновь выходить на пикеты и митинги. Они считают, что только так есть шанс добиться своих законных прав. Юлия Демидова, Алексей Фризин. Наши новости. В учреждениях образования края завершаются летние ремонтные работы. Капитальная реконструкция в этом году может похвастаться и Алтайская академия гостеприимства. Большинству ее зданий более 50 лет, и за это время здесь ни разу не проводили основательных работ. В этом году из краевого бюджета в рамках программы модернизации учреждений профессионального образования региона академии выделили более 70 миллионов рублей. Полученные средства позволили обновить лестничные марши, напольные покрытия, входные двери и учебные кабинеты. Особой гордостью почти для двух тысяч студентов станет обновленный стадион. Работы по его реконструкции активно ведутся с июня. По заверениям подрядчиков, уже к первому сентября студенты смогут протестировать новое покрытие беговых дорожек, погонять в футбол на свежем газоне и поработать на тренажерах. В целом корпусы академии станут доступнее для маломобильных граждан благодаря увеличенным входным группам и подъемному оборудованию. Если вы зайдете сегодня в корпус, вот в этот корпус, зайдете во второй корпус, вы увидите, что начиная от лестничного марша, внутри, этажами, там все современное. Я работаю уже почти 25 лет руководителем, таких денег я никогда в жизни не видела. И такого капитального ремонта не было ни разу. Дополнительно академии выделено еще 8 миллионов рублей. На эти деньги планируют оснастись современным технологическим оборудованием, лаборатория, медицинский кабинет, приобрести специальную литературу и компьютерную технику. Кстати, 60 миллионов рублей из бюджета края выделили также на ремонт еще 13 учреждений профессионального образования. Эти средства пойдут на ремонт кровель зданий. Ну а вот школу в поселке Старая Суртайка Красногорского района отремонтируют раньше срока. Напомним, в июне об этом учебном заведении узнала вся страна во время проведения прямой линии с президентом страны. Теперь в школе также увеличат штат преподавателей, а детей будут перевозить новым специальным автобусом. Исполняющий обязанности губернатора края Виктор Томенко во время визита в Старую Суртайку проверил, как идут ремонтные работы. Кабинет стал намного светлее, красивее и я думаю, что детям будет здесь заниматься значительно приятнее. Это последние штрихи. В нескольких местах осталось докрасить пол, фойер, разместить зеленый уголок и можно праздновать новоселье. Старую школу Старой Суртайки вдохнули новую жизнь. Так, вот здесь видим сразу в коридоре линолеум, вот кабинет физики, здесь тоже заменены окна линолеум, линолеум постелили и в лаборанских. Экскурсии по школе директор готова проводить часами. Впрочем, еще бы. Теперь здесь не хуже, чем у городских, говорит Лариса Николаевна. Есть что показать, чем похвалиться. Благодаря прямой линии с президентом России Владимиром Путином о проблемной школе в Старой Суртайке узнала вся страна. К главе государства обратились родители учеников. Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему, чтобы не погибло село. Закроет школу, село погибнет. Я бы хотел, чтобы губернатор, он сейчас у нас на связи, исполняющий обязанности губернатора, чтобы он обратился к этой проблеме и помог сохранить эту школу. В итоге школу не только сохранили, но и отремонтировали. Так снаружи трещал фасад. Фундамент по всему зданию замазан, затерт, забелен. В углу разрушалась стена, вымыла водой. Там кирпич буквально вываливался, там дыры были вовнутрь. Ступеньки центрального входа так и вовсе просели. Это лишь малая часть больших проблем. За 19 лет здание серьезно пришло в упадок. Растеряла школу и часть преподавательского состава. Свободных вакансий было 7. Теперь штат укомплектован. На сегодняшний день все кадровые проблемы решены. Учитель химии к нам даже из ТВ едет. У школы есть будущее. Именно так президенту еще в июне ответил в Рио губернатора региона Виктор Томенко. Обещание сдержал. На ремонт из резервного фонда края выделили около 3 миллионов рублей. Для детей, которые вынуждены добираться в школу из других поселков, купили новый автобус. Нужно было здесь немножко провести ремонт. Вот сейчас мы все вместе посмотрели. Уже завершающая стадия. Но надо, конечно, все доделать. И к середине августа быть готовыми допустить школу к новому учебному году. Новый учебный год начнется здесь для 36 ребят. Через несколько лет, скорее всего, будет больше. Группы в детском саду по соседству буквально переполнены. Некоторые родители уже пообещали, что не поменяют место жительства, когда есть такая школа в знаменитом на всю страну поселке. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. В Рособранадзоре всерьез задумались о необходимости модернизировать уже годами устоявшуюся систему оценки успеваемости в школах. Специалисты ведомства предлагают перейти на 12-бальную шкалу вместо существующей 5-бальной. По мнению экспертов, классический вариант оценок не отвечает современным требованиям и нуждается в обновлении. О целесообразности подобной инициативы мы поговорим с экспертом, почетным педагогом Барнаула Александром Овсеевским. Хочу подчеркнуть одну простую мысль, что при разных системах оценки 40% приблизительно учащихся, они занимаются, ну как в 5-бальной системе, на 4 и 5, ну то есть хорошо. А остальные имеют результаты хуже. И вот эти 40% хорошо успевающих детей, они на протяжении многих десятилетий сохраняются, так сказать, в таком режиме. Наша же все-таки задача давать качественное знание детям, и поэтому вот эти манипуляции с системой, со шкалами оценки знаний учеников, они не играют существенного, так сказать, такого влияния. Ну, если 12-бальную, допустим, взять систему, ну хорошо, один ребенок получил 7, а второй 6, а третий 5. Ну, в принципе, это только в какой-то степени может, опять же, запутать людей, родителей, учителей. И, в общем-то, какого-то такого эффекта, который ожидает, ну, автор этой идеи, я думаю, совершенно не получится. Критерии придумать несложно. Вопрос только в том, нужно ли их придумывать. И потом, ну, большая ли разница, если ребенок говорит, я учусь на восьмерке, а второй скажет, а я на девятке. Ну, ты, может быть, лучше в спорте, я думаю, это, наверное, важно. Кто-то обогнал кого-то на одну тысячную секунду или прыгнул на полсантиметра выше, наверное, там да. А здесь, в наших условиях, я думаю, это вообще не вопрос, не принципиальный. Барнаульский орнитолог Алексей Эбель обнаружил в ленточном бару, близко к городской черте, гнездо краснокнижного черного аиста. А наши корреспонденты стали свидетелями того, как птенцы этой редкой птицы впервые встали на крыло. Съемочной группе удалось также запечатлеть уникальные кадры, как самка аиста кормит птенцов. По словам Алексея Эбеля, получить такие кадры, особенно с близкого расстояния, меньше 20 метров, большая удача. В отличие от своего белого родственника, черный аист крайне осторожен и пуглив. Самка может сутками не приближаться к гнезду, если рядом находится человек. Ученый пояснил, нужно быть очень осторожным, чтобы стать свидетелем такого явления. Если не ходить у гнезда, не орать, руками не махать, ничего резкого не делать, постепенно их приучать, то есть они достаточно быстро привыкают и вполне естественно себя ведут. Затем птенцы совершили один из своих первых полетов. Алексей Эбель отмечает, у пернатых осталось не меньше двух месяцев, чтобы научиться летать и охотиться. Осенью они отправятся на зимовку, предположительно на Ближний Восток. В окрестностях Барнаула сегодня известны 11 гнезд. В них обитают 14 взрослых птиц и 23 птенца. Отметим, что главная задача ученых и волонтеров проследить, чтобы гнездам не нанесли вред. Зачастую участки гнездования попадают под вырубки. Подробный рассказ о нашей фото и видео охоте на краснокнижных птиц смотрите в ближайших выпусках. Накануне в Верхопском в 27 раз прошел фестиваль «Земляки» – праздник народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова, традиции которого еще при жизни заложил сам артист. На родине Михаила Евдокимова собрались родные, друзья, коллеги и артисты вспомнить известного земляка и соратника. Среди постоянных гостей – Александр Михайлов, Александр Панкратов, Черный. В этом году на малой родине Евдокимова выступил ансамбль «Самоцветы». В рамках мероприятия были организованы спортивные соревнования, кинофестиваль, концерт. Состоялись выступления 77 творческих коллективов и исполнителей из 17 регионов района, края и регионов страны. Фестиваль, вообще говоря, будет жить сам по себе, независимо от того, как сегодня к нему относятся власти или кто-то. Потому что это народное движение, это народное отношение. Но со своей стороны я могу пообещать, что до тех пор, пока я могу на эти процессы влиять, я убежден, что это должна быть наша общая забота и наши общие планы и наше общее дело. Это без сомнений. Память в любом случае действительно до сих пор жива. То есть 13 лет, а люди приезжают и приезжают, и количество не уменьшается. Здесь просто десятки тысяч людей на деревенском нашем Верховском стадионе. В течение трех дней мероприятий в рамках фестиваля посетили тысячи человек из самых разных уголков России. Унылое зрелище. Именно так прокомментировали в болельщике в социальных сетях игру Барнаульского «Динамо». Матч открытия чемпионата против Иркутского «Зенита» завершился без голевой ничьей. За все 90 минут соперники лишь пару раз обменялись опасными ударами. Пожалуй, ближе всего к успеху был нападающийся небелый Максим Аксенов. Зато он не подкачал, что стало уже традицией в этот вечер голкипер «Динамо» Богдан Карюгин. Так, в середине второго тайма Богдан смог отразить опасный удар гостей со штрафного. Как позже отметит главный тренер Барнаульцев Сергей Шишкин, наша команда сейчас на пути становления. Не проиграли – уже хорошо. Напомню, перед сезоном «Динамовцы» пошли на серьезное обновление состава. Сейчас в заявке клуба значится лишь четверо футболистов старше 30 лет. Уже завтра «Динамовцы» также в родных стенах сыграют с гостями из четы. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На большей части территории края ясно и не жарко. 21 выше 0 в Заринске, 23 в Олейске, 24 в Бийске, Змеиногорске и Рубцовске. В Барнауле ясно, ветер северный, умеренный, ночью до 9 градусов, днем 20 со знаком «плюс». Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Все новости на сегодня. Отличного вам настроения и до встречи.